Каждый день я вижу, как кто-то выполняет мое самое любимое упражнение для ног, а именно болгарские сплит-приседания. И это, конечно же, радует меня. Но проблема в том, что многие делают его неправильно, поэтому как физиотерапевт и тренер я должен показать вам, как правильно выполнять это упражнение. И проблема в том, что 90% ошибок возникают из-за неправильной техники. Ну а как правильно, спросите вы. Смотрите, есть несколько вещей, которые вы можете сделать с самого начала, еще до того, как вы сделаете первое повторение. Во-первых, сядьте на скамью с гантелями на бедрах и вытяните одну ногу. Когда вы это сделаете, переместите ее немного наружу в сторону, потому что это положение пятки будет тем местом, куда должна стать ваша нога. Встаю, сохраняя ту же позицию пятки и все остальное неподвижно. Затем я ставлю заднюю ногу на скамью. Ну а как правильно ставить ногу на скамью, спросите вы. Здесь многие ошибаются. Часто люди просто ставят палец ноги на скамью. И проблема в том, что у вас очень мало точки опоры, что затрудняет баланс. Если вы повернете ногу так, чтобы она лежала на скамье боком, то у вас будет больше площади контакта, что и улучшает баланс. Кроме того, установив ногу боком, а не прямо на скамью, вам не нужна уже такая большая амплитуда движения в голеностопе, что позволяет вам легче выполнить это упражнение. Гантели уже на месте, так что все, что мне нужно сделать, это опуститься и поднять их. Выставив ногу немного в сторону, я создаю более широкую базу поддержки, что также улучшает баланс. Если же вы не хотите делать на скамье, можно взять мягкий валик, который люди обычно стремаются использовать, и закрепить его на штангу для комфорта, используя его для задней ноги. Это даст вашей задней ноге пространство для вращения, что позволит вам плавно опускаться и подниматься, не беспокоясь о положении задней ноги. Ну а в дополнение к технике любого упражнения, не забываем, что без качественной подпитки вашей тушки, качественным топливом, толку от этой техники не будет, если рано или поздно вы сломаетесь. И речь сейчас не о протеине, как вы могли подумать, а о хороших комплексах для суставов, которые вы можете найти, как всегда, на сайте Добромильфит. Например, вот такой вот говяжий коллаген со вкусом дыни. 95% чистейшего коллагена из буренки на 100 грамм. Вкусное и питательное, при этом не надо давиться тонной холодца, от которого вы и близко не получите столько коллагена. А для полного восстановления я советую еще взять глюкозамин хондроитином эссент с гиауроновой кислотой и сдобрить все это цинком и магнием. И тогда ваши связки станут крепче, чем у медведя. Ну и, конечно, вы найдете еще здесь много разных спортивных добавок, также отменного качества и по приятным ценам. Ассортимент пополняется постоянно. Доставка от 7000 рублей, и ваша посылка прилетит к вам бесплатно по России. Ссылку на сайт Добромильфит вы найдете в описании. Далее, независимо от того, что вы используете с комьютом или грифштанги, то нужно еще позаботиться о вашем угле наклона корпуса, который определяет, какую часть ноги вы тренируете. Если вы хотите тренировать квадрицепсы, держите спину прямо на протяжении всего упражнения, так как это заставляет работать коленный сустав под углом, преимущественно нагружая квадрицепсы по всей амплитуде движения. Но если же вы хотите сместить фокус на заднюю цепь ног, то наклоните корпус вперед, чтобы при приседе вниз вы выглядели как бегун на старте. Это смещает нагрузку на ягодицы. Когда поднимаетесь, сохраняйте этот угол наклона корпуса. Что касается глубины, вам нужно опускаться до пола с гантелями, но не отдыхать внизу. Если вы отпустите гантели на пол, вы снимете напряжение с работающей ноги. Контактируйте с полом, но удерживайте гантели в руках на весу, и затем поднимайтесь. Если вы устали, можете слегка применить читинг посредством наклона гантель вперед. Это сократит расстояние до пола и облегчит подъем, не меняя механики упражнения, а лишь немного изменяя глубину. Это даст вам возможность сделать большое количество повторений. Я обнаружил, что когда многие без этого начинают делать четвертные, там, или половинные повторения, что при этом изменяет механика упражнения, то вы никогда по-настоящему не прокачаете так квадрицепсы или ягодицы, чтобы стимулировать их к росту. Таким образом, как я и сказал, использование этого небольшого наклона гантелей не меняет механику упражнения, а лишь незначительно изменяет его глубину. Наконец, если говорить об интенсивности, то это упражнение создано специально для того, чтобы вы могли действительно начать создавать роз, потому что здесь вы можете применить так много интересных техник. Прежде всего, паузу в растянутом положении. Во-вторых, вы можете сделать полтора повторения, что увеличит время, которое вы проводите под нагрузкой в этом положении растяжения. В-третьих, вы можете делать взрывные повторения, выполнять их как плеометрические болгарские сплит приседания на одной ноге. Варианты бесконечны, ребята. Факт в том, что это мое любимое упражнение для ног не просто так, а потому что оно многоплановое.